Теория методика избранного вида спорта Структура научной дисциплины Основные понятия теории методики избранного вида спорта Спортивная классификация видов спорта Предмет теории методика избранного вида спорта Является общим для всех видов спорта Дисциплина описывает ее основные положения Принципы, средства и методы физической подготовки Планирование контроля с учетом теории спорта является общей научной дисциплиной, для которой опирается теория и методика отдельных видов спорта. Программа курса специализации рассчитана на 4 года. Каждый вид спорта является как учебной дисциплиной, имеет свою историю, теорию особенностей в методике преподавания, формах, организации, проведения занятий, а также средства и методы учебно-тренировочного процесса. Теория и методика избранного вида спорта предусматривает изучение вопросов, связанных с сущностью и содержанием процесса игры, раскрывая тенденции и закономерности его развития, совершенствования, анализирует и обобщает практический опыт. Спорт. Спорт – основная часть физической культуры, следствия метод физически-интеллектуального развития, имеющихся в цели достижения высоких результатов соревнований. Теория – высшая форма научного знания, дающая целостное представление о принципах, правилах и закономерностях, понятиях и функциях, методах, средствах, константах и интерпретациях в отдельной области знаний. Спортивные соревнования – способ достижения, способ демонстрации, сравнения и оценки спортивных достижений в конкретной борьбе. Спортивная деятельность – многофакторный процесс, активная деятельность для достижения наивысших результатов в спорте. Спортивная тренированность или спортивная тренировка – специализированный процесс использования средств физического воспитания с целью развития и совершенствования физических, функциональных, технических, тактических и психических качеств. Тренированность – степень готовности организма спортсменов к достижению высших результатов. Подготовленность – физическая, функциональная, тактическая, психологическая и техническая оснащенность спортсменов в данный момент. Спортивные достижения – показатель мастерства спортсмена, зафиксированный в конкретных результатах. Спортивный результат – спортивный разряд, занятое место на соревнованиях, рекорд. Спортивный результат, количество и качественность, уровень мастерства, показатель официальных соревнований, место соревнований, рекорд, показатель. Игровая деятельность. Управляемое сознанием внутри психологической и внешнефизической активность спортсмена направлено на достижение победы над соперником в условиях противоборства специфических средствами и соблюдения установленных правил. Соревновательная деятельность. Игровая деятельность спортсменов в условиях официальных соревнований. Прием игры. Обусловленными правилами двигательных действий технические приемы для ведения игровой соревновательной деятельности. Введение выделяет приемы нападения и прием защиты. Тактика игры. Совокупность приемов для осуществления игровой соревновательной деятельности с целью достижения выигрыша победы выделяет технику нападения, а также атаки, технику защиты и обороны. Техническая подготовка. Педагогический процесс направлен на совершенствование освоения спортсменами приемов игры, обеспечивающие надежность навыков в игровой и соревновательной деятельности. Тактическая деятельность. Рациональное использование приемов игры, методов, организации, соревнований, деятельностей спортсменов для победы над соревнованиями выделяет индивидуальные, групповые и командные тактические действия нападения и защиты. Тактика игры – теоретические основы и совокупность тактических действий индивидуальных и коллективных, групповых и командных, направленных на достижение победы на соревнованиях. Тактическая подготовка периодического процесса направлена на совершенствование, освоение спортсменами теории, тактики и тактических действий обеспечивает высокую эффективность в игровой и соревновательной деятельности. Тактические комбинации, групповые действия с четким определением сюжета для участвующих игроков. Типичная для направления каждая команда имеет кодовое значение жеста. Система игры – командные действия, когда конкретизированы действия всех игроков командно в определенный момент игры или в нападении или в защите. Стиль игры – характерные, отличительные особенности игры команды определяют отдельного игрока или почерк. Физические способности спортсменов – индивидуальные особенности, личности, создающие условия для успешного овладения и осуществления ими игровой и соревновательной деятельности. В значительной мере перед определением генетических и физических качеств. Физические качества. Определенные качества, проявляемые физическими способностями – сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, скоростно-силовые качества и координационные способности. Физическая подготовка. Педагогический процесс направлен на развитие физических способностей и повышение функциональных возможностей укрепления опорно-двигательного аппарата, обеспечение эффективности овладения навыками игры и способами, способствующими высокому достижению игровых действий. Психологическая подготовка. Воспитание нравственных, волевых и тех психических качеств, которые адекватны в специфике спортивной игры, содействию формированию личности спортсменов и высокой надежности соревновательной деятельности. Теоретическая и интеллектуальная подготовка. Вооружение спортсмена специальными занятиями, повышение эффективности обучения спортивным играм, решение задач тренировочной и спортивной деятельности. Интегральная подготовка. Педагогический процесс направлен на интегральные тренировочные воздействия, технической и тактической, психологической, интеллектуальной и физической подготовленности. В целостный эффект игровой соревновательной деятельности. Систематическая подготовленность. Совокупность взаимодействия элементов, образующих целостное единство и ориентированные на достижение цели комплекс мероприятий, направленных на подготовку спортсменов, отвечающих модельным характеристикам, сильнейшим спортсменам мира и способных показывать наивысшие спортивные достижения. Тренировка, составная часть. Система подготовки спортсменов. Педагогический процесс направлен на обучение, применение игры. Такие тактические действия. Совершенствование техника, тактическое мастерство, развитие физических способностей, воспитание тактических, психических, моральных и волевых качеств, освоение системы знаний, создание условий для высокого спортивного достижения. Тренировка, современная деятельность тренера, спортсменов, коллективов специальных и успешного достижения целей тренировки. Структура тренировки. Исходным комплексом структуры является тренировочное занятие. Комплекс знаний составляет тренированность занятий. Две тренировочные занятия и более образуют малый цикл. И более образуют малый цикл. Несколько малых циклов образует малый цикл, микроцикл. Более большое количество занятий образует мезоцикл. Среди циклов образуют годичный цикл, макроцикл. Несколько годичных циклов образует многолетний цикл Тренировочная нагрузка Состовная часть Тренировки отражают количественную меру воздействия на спортсмена в процессе тренировочного занятия Величина нагрузки определяется ее интенсивностью и объемом Важное значение имеет характеристики тренировочных средств Выражается в академических часах Спортивные соревнования Состовная часть системы подготовки спортсменов в игровых видах С одной стороны они служат целью тренировки и критерием эффективности С другой стороны являются эффективными средствами специальной соревновательной подготовки Соревновательная деятельность Современная деятельность спортсменов, тренеров и специалистов По эффективной реализации тренировочных эффектов и условий официальных соревнований По своему содержанию эта деятельность складывается из индивидуальных действий И взаимодействий партнеров в команде Про тренировочные, индивидуальные и коллективные действия игроков и соперников Двигательные умения и навыки Как предмет обучения избранного в виде спорта Обучение в процессе физического воспитания Обеспечивает одну из его сторон физического образования Под которым понимается система Системное освоение человеком рациональных способов Управления своими движениями Приобретает таким путем необходимость в жизни фонда Двигательных умений и навыков связанных с ними занятий В процессе физического воспитания Занимающиеся обучают различные двигательные действия в целях развития способности Управлять своими движениями А также обучают правильному выполнению движения Используют в качестве общеразвивающих упражнений Для упражнений физической разминки и физическом развитии И наконец учащихся обучают технике движения действия Необходимых в труде, быту и на спортивной тренировке При овладении технико-тактической подготовки Какого-либо двигательного действия Вначале возникает умение его выполнять Затем по мере дальнейшего углубленного совершенствования Умение постепенно переходит в навык Умение и навык отличаются друг от друга Невалным образом, степенью их освоенности Умение выполнять новое двигательное действие Возникает на основе следующих предпосылок Минимум основных знаний О технике действия, наличии двигательного опыта Достижения уровня физической подготовленности При творческом мышлении в процессе построения Построения новой системы движения Двигательное умение характерно постоянно совершенствовать Способы выполнения действий При осмыслении подхода в процессе управления движением Это и составляет сущность двигательного умения По двигательным умениям понимается такая степень Владения двигательными действиями Которые характеризуются сознательным управлением Движением, неустойчивостью к действиям Сбивающим фактором и нестабильностью итогов Роль двигательного умения в физическом воспитании Может быть различной В одном случае умения доводят до навыка Если необходимо добиться совершенствования И владеть техникой двигательного действия В других случаях двигательные умения вырабатываются Без последующего перевода их в навык В этом случае они являются как бы вспомогателями Так например в ради случаях Материал школьной программы по физической культуре Должен быть усвоен именно на уроке И на уровне умения Двигательные умения имеют большую образовательную ценность Поскольку главным в них является активное творческое мышление Направленное на анализ и синтез движения Основа формирования двигательного навыка В избранном виде спорта Дальнейшее совершенствование двигательного действия При многократном повторении Приводит к автоматизированному моему выполнению Умение переходит в навык Это достигается постоянным уточнением И коррекцией движения В результате проявления Слитности, устойчивости движения А главное автоматизированности характера управления движением Двигательный навык Это оптимальная степень владения техникой Действия, характеризующая автоматизированным Минимальным контролем со стороны сознания Управление движением высокой прочностью И надежностью выполнения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!